Гоффман был большим поклонником своего русского коллеги Сергея Рахманинова. Влияние Рахманинова на современников было громадно. Покинув Россию после революции 1917 года, Рахманинов перестает быть композитором и вместо этого становится выдающимся солистом. Иосиф Гоффман отзывался о нем, как о человеке со стальными руками и золотым сердцем. А критик Гарольд Ченберг писал, его музыкальное мышление было так значительно, а инстинкты так аристократичны, что он облагораживал все, что играл. Как многие великие пианисты, он совершенствовался. Ему было присуще особое, очень интересное, проникновенное, красочное звучание. Его исполнение было абсолютно уникальным, поскольку, будучи композитором, он обращался с музыкой совершенно свободно, как и должно быть. У него была потрясающая техника. Он великолепно играл полифонические произведения, обыгрывал все голоса и оттенки при помощи мельчайших рубат и арпеджо. И манера извлечения звука была у него совершенно особенная и характерная. К счастью, он записал все свои концерты, но, к сожалению, многие их не слушают. Очень многие исполнители интерпретируют концерты Рахманинова совсем не так, как он предлагал играть их. Обычно они делают их сентиментальными. Рахманинов никогда не был сентиментальным. Он был очень романтичным и очень эмоциональным. Но бездурно вкусия, без изышеств. Сергей Рахманинов. Концерт для фортепиано номер три ра минор. Запись 1940 года в сопровождении Филадельфийского оркестра. Дирижер Юджин Орманди. Дирижер Юджин Орманди. Расск yea%, это неぞ. Такое любимое восхищение. Темная память. Где на самом황е. С 찾아une дня. Субтитры подогнал «Симон»